я вас приветствую друзья это загадочная история трагическая загадочная история будоражит сегодня всю англию удар от исследователей европы и других стран информационно распространяется по всей планете дошло и донат власти великобритании решили вообще запретить и кто ки выкладывать информацию об этой истории ввиду того что они искаженные и подают эти исследователи которые выкладывают свои ролики но мне эта история напомнила тот плейлист который у меня есть серийные утопленники называются когда молодые люди исчезали и потом появлялись утонувшими в соединенных штатах америки и венген он вел это расследование детектив и он убедительно доказал ну что часть из них как минимум это точно по всей видимости убийство они замужел начать сам утонул до под воздействием алкоголя и вот здесь признаки подобного тоже есть единственное что здесь трагически погибла женщина они молодые люди но она опять-таки очень загадочно исчезла и также загадочно было обнаружено о чем идет речь ведь идет об исчезновении 45-летней николы булли еще ванна в районе поселка ст маякл он уаер ланкашере это великобритания вот этот поселок на карте здесь протекает небольшая речушка и объем скорее даже назвал неким ручьем она как раз и называется уаер и впадает она некий залив вот это кстати один из важных моментов говорят что здесь бывает приливная волна и вот может быть она повлияла на некую а инственность в этой истории но чтобы понимали что из себя представляет эта речка можно посмотреть вот на эту фотографию это как раз фотография того места недалеко от того места где последний раз видели николу булли что же произошло тот день 27 января 2023 года она вышла погулять собачкой после того как отвела своих девочек в школу местную пошла погулять собачкой ну и поговорить по телефону и заодно и присоединиться к общему созвону по своей работе восемь пятьдесят три она отправила электронное письмо своему работодателю восемь пятьдесят семь отправила там сообщению другу договориться о встрече ну и в девять ноль один она отключив камеру и отключив микрофон подключилась не все некому общему созвону на в microsoft times ну такой мессендер для того чтобы можно было совместно проводить дистанционно совещание сегодня это практикуется по всей планете наверное как раз связи с тем что когда-то все так сидели по домам и совещание проводили именно дистанционно поэтому в этом ничего удивительного нет ее видели в девять часов десять минут утра проходящие люди вот на берегу этой реки когда нашла вдоль этой реки 920 примерно определяется ее телефон скорее всего находился в том в районе того места где была скамейка но на которой он был потом найден 930 общий созвон закончился кто его организовывал он его прекратил но в 933 уже это выяснилось проходящий мимо человек увидел на скамейке телефон который пули николы бульгалары был еще подключен этому общему созвону рядом бегала собачка без ошейника николы булли нигде видно не было уже были организованы поиски участвовали в этих поисках и государственные службы участвовали в этих поисках и ясные службы еще раз повторяю назвать это рекой это наверное будет даже слишком громко сказано это скорее вот некий ручей как вы можете сами убедиться этот как раз фотография недалеко от того места где она исчезла и поэтому предполагать что она как-то вышла к берегу оступилась и утонула ну наверное можно но тут очень надо постараться там по колено воды как можно вот в таком мелком ручье утонуть естественно сразу после разговора что возможно она была под воздействием алкоголя потому что 45 лет там менопауза депрессия хотя есть сообщение что вроде как у нее наоборот было неплохое настроение на на там какую-то сделку на работе провернула хорошие комиссионные должна была получить не очень понятно могла она быть депрессии не могла она быть депрессии самостоятельно утонуть здесь тоже очень надо постараться почему я говорю про утонуть потому что 19 февраля 2023 года это примерно полтора километра ниже по течению тела было ее найдено причем было найдено там и неоднократно проходили спасательные команды и не просто проходили спасательные команды они были с собаками и просто удивительно как так произошло что они не заметили вот это одна из самых загадочных ситуации в этой истории тело по ее гибели открыто 22 февраля 2023 года еще неизвестно никаких подробностей о причине гибели не указано ясно что опознавали ее по зубному снимку томатологу она ходила там был сделан снимок сравнили и опознали именно поэтому по зубам значит уже тело имела ну серьезную деформацию скорее всего но это может говорить о том что может она действительно утонула а потом плыла под воздействием газа которые появляются в результате разложения но как она могла там утонуть это знака еще раз напоминаю вам было понятней посмотрите плейлист ирины и утопленники там эти случаи утопления очень подробно описаны и все рассказано то происходит с телом человек если он утонул он действительно может осесть на одно находиться там некоторое время ну пару недель например да а потом в результате процессов разложения начинает раздуваться начинает всплывать и принципе может плыть по течению то есть утопление отвергать совсем уж нельзя но как она умудрилась там утонуть непонятно еще раз повторяю а пока что предположительная версия такая под воздействием алкоголя подскользнулась упала в реку но и как говорится не смогла выбраться ну вот такое предположение но как она там где в какую яму попала непонятно как ее не нашли поисковики неясно ничего не предрешало вот исходу такому событий никаких признаков движения в сторону самоубийства у нее не было замечено родственниками и здесь либо действительно несчастный случай как основная рабочая версия либо возможно возможно влияние каких-то третьих лиц на ситуацию но как быть с телефоном то есть ее что кто-то подозвал если на нее напали на скамейке телефон как бы не должен был лежать включенным я так предполагаю скорее всего человек который напал он бы и забрал на телефон тогда зачем нападать на нее если она спускалась сама к реке но положила телефон и решил посмотреть что там возле речки подскользнулась упала на выбралась надо удариться тогда как-то в общем непонятно то есть третьи лица могли только специально ее утопить умышленно но почему не забрали телефон может быть имитация самоубийство пока что на первый взгляд все очень действительно похоже на случайно утопление но загадка как ее не нашли в такой мелкой реке и исследовали и сверху и ходили и с собаками по речке плавали собаки есть специально обученные которые чувствуют тело в реке еще раз повторяю я об этом уже говорил в той истории по серийным утопленникам должна по книге кавина геннона вот он там описывает что как раз некоторые топливников находят собаки под водой специально обученные собаки они чувствуют запах человека даже под водой вот собаками такими про проходили на лодке проплывали с ними там еще есть какая-то дамба которую тоже надо было преодолеть даже если она все таки вот как-то откуда поплыла почему не застряла на дамбе много много вопросов очень мало информации явно вроде на первый взгляд все похоже на несчастный случай но я бы не стал отрицать вот мнение того что все-таки мог быть кто-то там еще кто-то присутствует в этой истории какое-то третье лицо способствовать ее утоплению способствовать ее переносу потом туда подальше каким-то образом но в смысле увезли утопили например вывезли или вывезли там утопили или что-то сделали нам непонятно пока причина смерти а потом подкинуть туда на берег нашли ее на берегу не в реке и прямо удивительно что это место неоднократно проходилось искал спасателями никто ее там не видел и вдруг она там появилась начало явно там не находилась все это время судя по всему уже есть конечно обвинение в адрес спасателей что они очень плохо выполнили свою работу там даже одного кинолога вроде как выгнали что вот он не справился ну он говорит я тут не виноват все было проведено очень тщательно это явно не моя вина но смотреть будем за ситуацией по мере поступления информации об этой трагедии можем мы попозже то есть сделать только свои какие-то выводы как несчастный случай там или все-таки это было убийство в июне первое судебное разбирательство насколько я понял 2023 года планируется но пока будем так находиться в ожидании и пытаться все-таки догадаться он и там произошло до новых встреч друзья